Всем привет! Это FreeStudio21.com. Перед нами достаточно интересная и, можно сказать, даже загадочная тема. Modifiers, модификаторы. Я, честно говоря, не знаю, как это правильно сказать. Дело в том, что это слова, которые обычно ставятся перед прилагательными и которые немножечко смягчают или усиливают их значение. Это слова вроде таких как rather, quite, a bit и так далее и тому подобное. Их масса, их тонны, они самые разные. By far, например, может быть еще. A little, quite и так далее и тому подобное. Их не Steam числа, их очень много. Возможно, они все могут употребляться с любыми прилагательными. Возможно, не все и не со всеми. В чем тут суть? Кроме того, я не уверена, что модификаторы слова говорить правильно. Честно говоря, в русском языке я никогда не встречала слова модификаторы в грамматике и по отношению к прилагательным. Поэтому, если вы филолог, если вы лингвист, если вы специалист, можете написать в комментариях, как это лучше звучит. Перед тем, как писать видео, я вбила в словарь слово modifier. Он мне выдал, как видите, сами видите, что в основном это технический термин, ибо так оно, по сути, и есть. Это термин, который знают инженеры, это термин, который знают техники, ну, как бы там ни было, к грамматике. Я даже не знаю, каким боком его отнести. В любом случае, я не знаю другого слова, каким можно было обозвать все эти rather a bit, by far и так далее. Я нашла упражнение из Gateway B2+, из книги. Здесь просто отдельные предложения. Я выдрала это упражнение из контекста, там нужно сделать задание, но меня сейчас не задание интересует. Меня интересуют примеры употребления этих самых модификаторов. Итак, первое. It's a great deal easier to chat if you are all walking together. Значительно проще разговаривать, когда вы все гуляете вместе, или когда вы все идете куда-то вместе, пешком. Итак, что у нас здесь? На первый взгляд, самое обычное предложение. Значит, ну, вторая часть меня вообще мало интересует. Меня интересует вот это начало. Что у меня? It's, ладно, it's еще куда не шло. Далее, вроде как, a great deal, какое-то непонятное. Я даже, допустим, я могу не знать, как его даже перевести. Далее у меня стоит easier. Обратите внимание, что у меня не easy. У меня здесь не easy. У меня здесь easy, легче. У меня здесь сравнительная степень. То есть, это comparative. Я могу написать здесь comparative. Сравнительная степень. Вторая степень. Как хотите, называйте это. И дальше говорить. Ну, говорить, допустим, это не суть важно. Easy в данном случае это наречие. И у меня остается непонятным только вот эта вот штука, a great deal. И вот когда у меня комбинация наречия или прилагательная, неважно в какой степени сравнение, дальше там еще что-то, тоже неважно, что это может быть. Это может быть существительное, это может быть инфинитив, это может быть ерундий. И перед ними, перед вот этой цепочкой, то есть, у меня тут вот какая-то последовательность. Вот самое главное, чтобы у меня было вот это. Допустим, это номер два. Допустим, это номер три. А вот здесь, на позиции первой, у меня стоит вот что-то, нечто. Может быть, одно слово. Может быть, три слова. Может быть, два слова. Не суть важно. И которое, вот это вот выражение, оно вроде бы не имеет никакого смысла. Оно вроде бы никак не влияет на мое предложение. A great deal. Его переводят значительно. И вот это и есть modifier. То есть, он, по большому счету, может делать две вещи. Он либо усиливает, либо ослабляет то прилагательное или то наречие, которое стоит дальше. Он немножечко смягчает острые углы. Он немножечко как-то его сглаживает. Делает мою фразу более цивильной, что ли, если так можно выразиться. В любом случае, его можно было бы игнорировать. Но проблема в том, что люди очень часто этими словами пользуются. Иногда ими пользуются, даже не отдавая себе в этом отчета. Иногда это даже слова-паразиты в какой-то мере. Их очень используют. И поэтому, естественно, ими надо уметь пользоваться. Нужно знать, что, с чем можно ставить. Когда, в каком случае. То есть, мы уже видим, что, да, перед сравнительной степенью у меня может стоять modifier. Вот в данном случае great deal. Ладно, посмотрим, что дальше. It's considerably better for you to be braising fresh air than to be stuck inside all day. Определенно лучше для тебя дышать свежим воздухом, чем сидеть в заперти целый день. Ага, здесь почти та же самая ситуация, что и в предыдущем предложении. У меня опять какое-то безличное начало. Мне это не суть важно. Дальше у меня, естественно, modifier considerably. А дальше у меня опять наречие. Это наречие, это не прилагательное. Почему? Потому что дальше у меня стоит infinitive. To be braising. Вот это вот. Это infinitive. Вот это вот наречие. Well, better the best. И дальше там еще что-то for you, там не суть важная. По большому счету это комплекс с инфинитивом. Но меня сейчас не это интересует. Меня интересует вот это слово considerably, которое затесалось у меня вот здесь. Оно вроде бы как ни к селу, ни к городу. Но оно опять же работает как усилитель. Определенно. Не просто лучше. Если я скажу фразу it's better for you to be braising fresh air. Это будет хорошее, красивое предложение. Но оно будет, во-первых, какое-то бесцветное. А во-вторых, оно будет слишком прямолинейное. Поэтому я немножечко его усиливаю. Делаю его что-ли более таким приземленным. Ладно. Смотрим, что у нас еще. Кстати, здесь опять у нас стоит сравнительная степень. Значит, ага. Перед сравнительными степенями, то ли наречий, то ли прилагательных, у меня запросто могут стоять модифайеры. Ладно. Следующее у меня it's not the same doing sport indoors and being outside. Что же у меня здесь? У меня опять какая-то безличная структура. Ну что ж, прекрасно. Дальше у меня еще и отрицание стоит. Ну, допустим. Ладно, пусть будет. Дальше у меня непонятное the same. Ни к селу, ни к городу вроде как. Дальше у меня герундий. Даже можно сказать вот герундий я обведу вот так, потому что это два связанных между собой слова. Doing sport. Заниматься спортом. И опять же еще один герундий. Дальше еще и какой-то s. Непонятно куда его отнести. И дальше чего-то там. В принципе, мне как бы все понятно, что ни одно и то же заниматься спортом в помещении. И, допустим, я так понимаю, заниматься спортом на улице. Что же мне непонятного остается? Значит, it у меня переводится. Нот вроде тоже. Заниматься спортом в помещении тоже. И быть на улице. Ага. Вот это вот s у меня перевелось словом и. Очень интересно. Ну а дальше the same. Ага. Значит, the same я никак не перевела. И поэтому могу смело сказать, что the same у меня и является моим модифайером. Здесь это модифайер. Я даже скажу, что это not the same у меня модифайер. Вот таким вот образом. Ни одно и то же. Или если уж на то пошло далеко не одно и то же. Вот так вот это будет переводиться. Или есть существенная разница. Можно и так сказать. Но это уже такое дело. Далее. На что мне еще стоит обратить внимание? У меня здесь нет сравнительной степени. Здесь нет компаратива, как в предыдущих двух предложениях. Здесь у меня самые обычные какие-то слова. И более того, даже прилагательных нет. У меня нет наречия. Нет прилагательного. У меня здесь по большому счету сравниваются две вещи. Ну, допустим, как-то сравниваются. И вот у меня стоит S. Вот это S единственное, что как-то их связывает. Поэтому здесь две одинаковые или почти одинаковые. Я возьму одинаковые в кавычки вещи. Или два одинаковых субъекта или объекта. Я даже не знаю, как лучше сказать. Короче говоря, сравнений нет. Молодые люди проводят, так, я бы сказала, значительно меньше времени на улице. Или определенно меньше времени на улице. Так, что же у меня здесь? Значит, у меня здесь опять сравнение. Я уже его вижу, потому что стоит слово less. Это от слова little, little less, меньше. Дальше у меня там чего-то. Здесь так, ну, в принципе, дальше меня даже не интересует, что стоит. Молодые люди, вроде тут все тоже понятно. Подлежащее, сказуемое, классика, жанра. Все нормально переводится, кроме вот этого significantly, которое непонятно, что тут делает. Это опять modifier. И это определенно или, ну, я даже не знаю, как лучше сказать. Значительно. Ой, я скажу значительно. Здесь, как не скажешь, все будет правильно. Значительно меньше времени. То есть, вот опять у меня усилитель. И здесь у меня опять стоит comparative. Далее. Young people aren't nearly so active as they used to be. Молодые люди и даже приблизительно не так активны сейчас, как были активны раньше. Во как! Ух ты, какое интересное предложение. Что же у нас здесь? У нас здесь опять young people aren't, вроде как сказуемое. Далее у нас там чего-то active. И дальше опять целое предложение. По сути, у нас сравнивается active и used to be. Тут, по идее, должно было быть еще раз active стоять. Ну, как бы, по идее. Но его здесь не ставят, а зачем, чтобы не повторяться. Итак, у нас стоит so и as. А мы помним, что когда у нас вот такие вещи, возможно, кто внимательный, тот помнит, что as, as и so, as, когда ставится, такое может быть с прилагательными в основном, это ставится, когда сравнивается два одинаковых или почти одинаковых прилагательных. И здесь именно такая ситуация. Поэтому здесь опять, как бы, две одинаковые вещи. То есть, почти то же самое, что вот здесь было. Теперь, где же мой модифайр? Что у меня не перевелось? У меня абсолютно не перевелось вот это. Nearly. Почти. Я его сюда напишу. Почти. Или приблизительно. Ладно, смотрим, что дальше. Значит, намного меньше молодых людей в наши дни ходят пешком. У меня опять стоит сравнительная степень. Дальше у меня, ну, по сути, нормальное предложение, подлежащее, сказуемое, там еще чего-то. Вот мое сравнение. И вот опять перед ним затесалось вот это far. Вот это модифайр. Он усиливает. Просто усиливает. Не более того, значительно или намного меньше. И здесь у меня опять стоит comparative. То есть, как видим, у нас соревнуются, по сути, два случая. У нас либо сравнение, и тогда у нас стоят модификаторы, или же у нас сравниваются две, по сути, одинаковые вещи, или равносильные, будем говорить, вещи. И тогда у нас тоже может стоять модификатор. Посмотрим, так ли это. Всегда ли так бывает. Следующее. Несомненно, наиболее популярное времяпрепровождение – это то, что ты обычно делаешь в помещении или дома. Ну, наверное, в помещении будет лучше говорить. Итак, значит, наиболее популярное – ясно. У нас это переводится все вроде бы просто. Обращаю внимание, что здесь уже наивысшая степень сравнения. Здесь сравнение. Но здесь superlative уже. Далее чего-то там. Дальше предложение вроде бы как. И опять у меня затесался. Modifier. Вот он, by far. Стоит себе, как ни в чем не бывало. Наиболее. Или лучше сказать, безоговорочно. Вот безоговорочно, но у меня его нигде написать. Я напишу несомненно. Итак, значит, modifier может ставиться еще и перед superlative, то есть наивысшей степенью сравнения. Не обязательно перед сравнительной степенью. Ладно, идем дальше. More and more young people are starting to do outdoor activities again. Все больше и больше молодых людей начинают заниматься какой-либо деятельностью на открытом воздухе. Или, ну, возможно, заниматься спортом или не спортом. Ну, здесь спортом, скорее всего, имеется в виду. Итак, что у нас здесь? У нас здесь на первый взгляд очень простой modifier. Вот он, more and more. Все больше и больше. Возможно, кто-то скажет, ну, что здесь такого? Какой же это modifier? Мы же его переводим. Но мы можем его выбросить, и от этого значение предложения совершенно никак не поменяется. Молодые люди начинают заниматься. Все больше и больше мне просто дают какую-то динамику такую. Здесь у нас нет ни сравнительной степени, ни превосходной степени. Здесь не сравниваются какие-то там вещи, одинаковые, не одинаковые. Здесь просто самое обычное предложение. Здесь у меня стоит существительное. И здесь у меня, кстати, есть прилагательное, но оно у меня самое обычное. Можно сказать, что в первой степени сравнения. Я даже не знаю, как корректнее. Но напишу первая степень, степень сравнения. Некоторые говорят, нулевая степень сравнения. Как бы там ни было. То есть я ничего, по сути, не сравниваю. Я просто усиливаю вот это вот young people, слово more and more. Вот таким вот образом. Теперь возникает вопрос. Есть ли какие-то, ну скажем так, можно ли как-то классифицировать вообще все это? Можно ли как-то разобраться, что с чем употребляется? Допустим, какие модификаторы можно употреблять только со сравнительной степенью? Какие только с превосходной степенью? И так далее и тому подобное. И вообще, как ими пользоваться? Когда ими пользоваться? Когда лучше ими нежелательно пользоваться? Так, наверное, я сделаю вторую часть. Здесь я закончу первую часть, поставлю ссылочку потом на продолжение. И в следующей части видео я постараюсь как-то их классифицировать, потому что действительно их можно классифицировать, с ними можно как-то разобраться, нарисовать какую-то таблицу и запомнить, что с чем употребляется. Если вам это интересно, смотрите дальше. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.